Здоровью горожан и профилактике заболеваний посвятили очередное заседание Координационного совета по семейной политике. Его провела заместитель главы администрации города Светлана Драчук. Подробности, повестки и принятых решений расскажет Альмира Новоселова. Укрепление общественного здоровья в городе Лабутнанге комплексная программа, которая разрабатывается на ближайшие четыре года. Некоторые учреждения уже реализуют корпоративные варианты для своих коллективов. В Центре социального обслуживания населения взяли ориентир на здоровье психологическое. Директор Елена Лыкина считает, что работники их сферы наиболее подвержены профессиональному выгоранию. Ее задача как руководителя позаботиться о комфортных условиях труда. Психологи работают, мы проводим диагностику, проводим тренинги для того, чтобы люди научились не попадать в стресс, если они в него попали, выходить из него, умели понимать, как нужно выходить из конфликта или не попадать в этот конфликт. Работаем над сплочением коллектива для того, чтобы было комфортно и удобно работать всем, для того, чтобы и клиенты были довольны в том числе. Для сотрудников сферы спорта в городе с 2020 по 2025 годы стоит задача по привлечению к регулярным занятиям до 70% работников, в том числе офисных. Три задачи, которые мы по концу 2020 года перевыполнили. Это доля работников, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. У нас был показатель 45, то есть хотели, чтобы практически половина коллектива была, но сейчас 62 мы выполнили. Также принимаем участие в тестировании нормативов комплекса ГТО. У нас 85% работников приняли участие в тестировании. На заседании обсуждали вопросы по организации трудоустройства лабытнанцев, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также мероприятия, направленные на профилактику, выявление и лечение заболеваний.